всем привет я уже на советской вон елочку у нас давным давно уже поставили короче отработала одну квартиру вот сейчас собираюсь ехать на работу жду автобус а потом сразу наверное еще за кормом зайду фикс если успею потом запали потом сразу к полине в больнице у нас так все красивенько украшено тут глаз елочку еще не зажигали но либо вырубили ее я не знаю хотя нет я вчера ехала она была выключена все я уже отработала и он вижу даже ездит моя такса короче на светофоре стоит серенькой volkswagen вот прошлась тут по территории все чисто прекрасно снежок местами лежит и едем в больницу я подумала после больницы лучше тогда уже зайду на этот как его фикс-прасс потом магазин и оттуда домой сразу вот и все вот поснимали короче с рук все вот это отменили все капельницы уколы и прочее короче сидим пишем уроки до сказали еще выходные понаблюдают и сегодня и наверное в понедельник уже возможно возможно домой на глазки уже он почти прошли уже вот красненькая чуть-чуть буквально вот сейчас вот где . переписывают это стаи вот это синяя все переписывай вот у нас сейчас помыли пол проветрили палату давай вот это переписывай короче делаем русский язык по математике вчера им было контроль на поэтому она не писала ну в смысле домашку не надо делать да переписывай это и сегодня кстати приедут двух маленьких этих птенцов заберут вот поэтому покупают у меня ну хватит им уже по три месяца сколько их нянькать буду у меня и так шесть птиц куда мне еще эти две поэтому вечером где-то к восьми и примерно отдаю короче тут у нее на обед супчик макарошки даже макарошки разрешили да с котлеткой и киселек глазик разлепили ходила в столовую сейчас смотрела макарошки приготовил ага кушай кушай чтоб все съел а то не пойдешь столовую пойдешь миски понесешь я тебе покажу куда ставить тарелочки хорошо все кушать приятного аппетита нет я тебе покажу вот когда мы выходили там стол стоял и они на стол ставят пустые тарелки туда только пустые принимают поэтому давай доедай нет на другой стол потом покажу все кушай у нас короче снег такой шальной прям шел он как нападала и кстати вот это вот напротив вот окошко горит вот там реанимация там полина лежала на третьем этаже короче в реанимации 12 койк в общей сложности да уже растаял и сразу такса оп и 7 рублей обалдеть он уже люди тут потихоньку расходятся на сейчас уже у нас пол шестого сейчас покормлю полину где-то в шесть сейчас покормлю полину и ты уходишь это хорошо чтобы я ушла что за ниточка да и вот сегодня поспишь потом еще выходные и наверное в понедельник возможно нас выпишут скажи короче осталось чуть-чуть тебе уже а так пролежала сколько почти 14 дней представляешь так вот сегодня двенадцатый день 12 дней ты сегодня обалдеть на кисельку попей потом кружечку помою и принесу другого что там тебе дадут кисель или чай если будет чай давать то возьму чай да вы спалась два с половиной часа спала обалдеть просто обалдеть спящая красавица у нас тут такое типа прям полушкола полубольница пепель хомяк хомяк ты хомяк сегодня на завтра еще будем ну завтра уже мало осталось там по-русскому три задания две загадки и один маленький стишок и по-белорусскому тоже что-то надо там будет переписать и наверно тоже буквы вставить но я не видела там пока что легкая по крайней мере ты еще пока пропустила легкие темы школе машины все ездят туда-сюда капец на улице так холодно стало и в палате как-то прохладно или это я замерзла не знаю тебе не холодно нет а вон градусник сейчас позырю сколько это значит мне просто холодно ой молодец какая ой молодец сегодня уже мочу я не записываю только писала сколько она пила ну пила она только вот 700 выпила еще немного поиграть хватит короче всем покормила я таблетку дала на час будет играть этот телефон штаны потом снимешь когда свет выключишь а вот а это что такое эти не работают тик а на других стране другой стороне там раскраски это тоже не работают с интернета нету либо тик либо вот эти игры а что потом выключить на квадратик нажмешь и взмахнешь она уберется короче принесла этих вот карапуза сюда заходила еще купила две вот такие вот пачки корма сейчас это им насыпала из старой две пачки корма и наполнителя древесного он плюс еще в бургер зашла king взяла два чизбургера и один ролл и в три цены белокола ну и плюс киндер потому что по линии нельзя поэтому я вон игрушки достаю и в итоге попала лягушка и вот такая штука уже попадала у нее там три штуки лежит запечатанных одну денису дала и вторую мне это из новых а остальные в холодильнике короче лежит сейчас у перекушу не станет и жду уже людей наполнитель вот этого взяла три с половиной килограмма здесь 350 вот 12 литров литров ты шу блин бегать подло маленько под ногами орхидейку вывернул искусственную вон эту хренчую тут накидал жесть все пойду доедать свои остатки обожаю вот этот вот как его цезарь ролл а вчера у меня чтобы понимали чизбургер был вообще вот вот такое наверное блин в макдональдс а здесь офигенский салсеточки короче все я сейчас пришла сюда на первый этаж отдавала птиц потому что здесь ну как бы на улице аж не буду с ними стоять да вот короче отдала человеку птиц забрали у меня двух попугаев даже реально возможности сейчас ну вообще нет просто за ними смотреть они маленькие ну как бы самостоятельно все но честно тоже ну как бы перебор с птицами я не хотела их оставлять но изначально думала но думаю ладно короче в итоге птицы поехали домой это круто два мальчика короче будут жить в разных клетках там еще одна самочка у них есть и хотела сказать короче обычно же мне вот этот директор с предыдущей как моей работы на дает какую-нибудь там подработку там периодически редко конечно но метко ну вот либо документы какие-то либо еще что-то короче такое на дому чисто работала вот и сейчас тоже говорит ну говорит выйди из больницы грядут подъехал мне надо кое-что ну думаю блин даже до этого он мне вчера писал чем тебе помочь что привести я говорю не ничего не надо вы что говорю а блин не это не поберушка игры все нормально справимся ничего страшно в итоге говорит уже ну сегодня вот звонит говорит я тебе документы дам там короче больше это разгребаться на дому но думаю ладно фигня чего лишним не бывает блин думаю в больницу возьму буду как бы что-нибудь там делать до подшивасном компьютер надо и документы ну вот это из такого прям короче обычно ковырялась их бумажками вот и тут прикол он просто ну знаю что я ничего абсолютно не возьму я ожидала бумаги да он не какой-то сверточек только короче капец аж заикаюсь короче дает мне сверточек какой-то да и говорит мы тут обсудили короче в итоге весь их коллектив и плюс создатель фирмы плюс вот этот сам директор который приезжал короче собрались и дали полине 200 рублей я просто хренею чтобы понимали на этой работе блин на которой ну вот у меня вот это официально которая да я получаю 100 баксов но это чуть больше вот этого вот здесь просто я говорю пипец не ну мне так стыдно капец хотя я им ничего абсолютно не говорила абсолютно это все рассказала хозяйка одной из квартир она вот ними дружит а этот саша просто ну вот можно так сказать от момента пожара и дальше просто реально тупо сделал мою жизнь потому что все что сейчас связано ну все что вокруг меня как бы крутится все благодаря этому человеку и он сказал что ну как бы я для них тоже очень много сделала как бы стараюсь никогда не подводить но даже сидела на дому было как-то еще видео не снимала сидела как-то зеркала клеила их фирма там зеркала короче еще там дарит этим домам разным там ну короче бывают там у них всякие штучки я сидела клеила на дому здесь на первом этаже зеркала короче я даже такое умею делать вот но написала одному написала второму когда уже очухалась от этого всего говорю блин спасибо вам огромное просто потому что ну близкие и то так не поддерживают вообще как бы из самых-самых близких позвонила только буквально несколько человек спросили как полина вот я тоже понимаю как бы с одной стороны что она как бы не должно всех можно так сказать волновать по состоянию здоровья но когда блин родня меньше интересуется чем окружение ну это странно правда как-то выглядит но факт что я сказала говорю саша все капец я говорю больше к тебе не приду не помогать ничего делать говорю блин обжел меня просто это вокруг пальца капец и так неудобно ну если так ну блин никогда вот подобного ничего не было да я не привыкла у кого-то что-то просить но говорит мы в итоге горит хотели что-то собрать купить но когда я не помню в какой-то день у меня что-то спросили были типа чем алло это можно типа ля ля короче разговор зашел про это спихивая что якобы кто-то из знакомых там тоже лежал там было так то было сяк то в итоге говорю мы на гипоаллергенном столе ну и они говорят типа как услышали это поняли что ну ничего нельзя в итоге как помочь в итоге говорит ты гоняешь туда-сюда ну вот то на такси то после работы то между работами разрываешься говорит это тоже деньги как бы не говорит если уже ну как малой даже ничего нельзя говорит выздорове что-то купишь говорит и там и а сейчас говорит купи какой-нибудь подарок просто от нас поддержи чтобы этот ребенок побыстрее просто выздоровел блин просто вот такие у меня ребята это жесть просто это жесть хотя никого абсолютно не просила помочь не материально не еще как это вот например учительница да она звонила в реанимацию в другое отделение и просто попыталась через знакомую узнать ну мне да эту информацию что там и как с полиной потому что мне блин мерещилось что мне что-то не договаривают в итоге оказалось что ну все прекрасно все договаривают короче все нормально еще попала туда я убедилась что там офигенские просто врачи за вот эти вот блин сколько я там почти две недели да вот полина там на меня никто не повысил не голос не как-то там на меня что-то сказал я фигею просто отношения огонь просто огонь зовут девочки кушать все пойдешь там тут уже идешь в столовую там мамочка вы не забыли у вас гипоаллергенная говорю да 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 все прекрасно блин просто там идите за таблеточками там заведующая одна только что стоит вот этого отделения я просто обалдела я буду реально выписываться я напишу им просто огромнейшее письмо благодарности просто за их тупо человеческое отношение потому что на высоте реально на высоте класс в каждой больнице так и в каждом бы заведение так в магазинах и прочим они блин люди привыкли свои проблемы уносить сразу на работу ну вот это классно поэтому все птицы уехали сейчас уже правда поздно у нас уже стемнело блин снег уже почти растаял пошла я короче сложу наверное денису обед полине завтра наверное ничего не буду брать если там котлеты остались сегодняшние утрешние если денис не съел то возьму еще пару котлет потому что она рис не ела в итоге рис я ела сама сегодня говорит мне котлеты только нужны короче сложу обед пойду немножко примарафечу там на кухне потому что птиц еще потому что кот еще рассыпал из искусственной орхидеи короче песок высыпал пойду сейчас это короче уберу вот мы поели пострелить телевизор денис там спит поэтому я уже дома как бы не снимаю потому что все уже дрыхнет вот и не знаю пойду наверное смонтирую несколько видосов буду укладываться спать поэтому все всем спасибо за просмотр и всем пока пока